Управительство в первую очередь пошло на уступки. Почему? Потому что система Платон, она на самом деле не работает. То есть на данный момент транспордеров, их просто ни одного нету. В Екатеринбурге нет ни одного вот этой коробочки. В Москве их начали раздавать буквально два дня назад. Смотрел в интернете, уже не помню на каком сайте, выкладывали фотографии. Там выходит, за один рабочий день каждый офис смог раздать эти транспордеры порядка ста человекам. За один рабочий день. А машин гораздо больше. То есть фактически машины не оснащены этими приборами. И система просто не готова. Те же маршрутные карты, они не продаются. Их невозможно купить. Ну фактически на самом деле, если бы эту систему не отменили, не отменили, многие грузоперевозчики, они бы просто-напросто встали. Штрафы громадные. Передвигаться по дорогам просто-напросто нельзя. Если учитывать, что на всю Свердловскую область всего один единственный офис и один единственный терминал по выдаче маршрутных карт, там были бы громаднейшие очереди. И люди, если бы даже захотели оплатить и съездить все-таки, оплатить и поехать, то они бы физически не смогли приобрести эти маршрутные карты. Так что думаем? Пока будем ездить. Пока будем ездить, пока не получим. Я не против платить. Но надо пересчитать тарифы, во-первых. Во-первых, надо пересчитать тарифы. И во-вторых, раздать все-таки эти приборы и как-то систему оттестировать. На данный момент она прошла тест 180 километров. Сейчас вот в Москве запустят. Возможно, ее начнут дальше тестировать. Но как она фактически будет работать, это неизвестно. Как будут работать все перечисления, тоже неизвестно. То есть, отложили все это дело до мая? До 1 мая, да. Если тарифы останутся прежними, какие будут ваши действия? Вы кого будете протестовать? Скорее всего, нет. Повторные протесты, на мое мнение, уже реакции никакой не будет. Эту систему все равно введут. Будем мы протестовать, не будем. Ее все равно введут. Туда вложены громаднейшие деньги. И они просто не будут от нее отказываться. Не смогут от нее отказаться. От этой системы. Будем ездить, какие тарифы поставят. Но на данный момент мой грузоотправитель будет мне оплачивать эти затраты. То есть, данный тариф, данный налог, данный сбор, он будет переложен на конечного потребителя. На конечного покупателя в магазине. А это инициатива вашего грузоотправителя была? Да. Расскажите, как это выглядело. Ну, фактически, после акции 11-го числа мы приехали к своему грузоотправителю. Они собрали совещание непосредственно. Из всех и транспортный отдел, и бухгалтерию. Все собрали, пообщались. И по окончании вот этого ихнего собрания нам выдали вот эту информацию, что едьте на Белинского, покупайте маршрутные карты. После рейса эти маршрутные карты прилагайте к основным документам, и будем дополнительно сверх ставки оплачивать вот эти маршрутные карты вам. Это нам сказал сам генеральный директор, грузоотправитель. Ну, это уже лягет не непосредственно на нас, но уже на конечного потребителя. Это будут не такие большие цены, не такая большая накрутка, как изначально прогнозировалось. То есть, это будет там не 10-15%, но процента 3-5 подорожания будет. С дальнейшей инфляцией это будет только повышаться. То есть, сделают нам 1,5 рубля за километр, это поднимется, грубо, образно на 2% продукты подорожают. Сделают 3%, это подорожает, соответственно, еще дороже. Впоследствии сыграет инфляция, и тариф будет уже за километр не 3 рубля, а рубля 4-5. И это будет только нарастать, будет по нарастающей все идти. А почему бы вам тогда автомобиль вообще на прикол не поставить? Ну, поставлю я. Поставлю еще порядка 20 единиц только у нас в Полевском. И получится, где рабочие места брать? Где работать? Кто оплачивать будет? Мою семью. Кто будет оплачивать кредиты? Потому что многие грузоперевозчики живут на данный момент, имеют кредиты, имеют лизинг. То есть, им приходится ежемесячно 30-50 тысяч в месяц только платить вот это по кредитам и по лизингам. Им некуда деваться, им придется работать. Они будут работать до последнего, когда уже пока в минусы ходить не начнут. Но это выходило бы примерно в год порядка 300-400 тысяч. 300-400 тысяч в год мне придется платить вот этого налога, вот этого сбора. А если брать, грубо, обсчитать мой автомобиль, в год пробег мой составляет около 100 тысяч. То есть, это посчитаем по 3 рубля, прогнозируемых в скором, это вот 300 тысяч. Плюс топливо, оно тоже, кстати, подорожает к Новому году, должно подорожать, как это обычно у нас делается. Итого, я примерно высчитывал чистыми, минус транспортные, минус запчасти, минус все налоги, чистыми в месяц у меня будет оставаться 30-35 тысяч. В принципе, это заработок не такой грандиозный. За 30 тысяч держать собственный автомобиль и выполнять все вот эти вот функции по налогам и так далее, просто нету смысла. Проще машину поставить, продать я ее уже не продам, потому что ее у меня никто не купит. Это порядка полутора миллионов, встанет возле моего дома и будет стоять мертвым грузом. И придется мне на самом деле идти на завод работать. Вы до сих пор в сомнениях, насколько прибыльным будет ваш бизнес, да? Он будет прибыльный, он будет прибыльный, но эта прибыль для развития, развития не будет никакого. Это просто на существование, на будет заработок, чтобы только прожить. А какого-то плюса, допустим, развиться, купить второй автомобиль, либо построить собственный дом, купить квартиру в дальнейшем, но это денег не останется, останется только на поесть. Все. Мы к этому идем уже давно. Мы потихоньку стремимся к Европе. В Европе идут сборы за километр и у нас тоже к этому же стремятся. Но опять вопрос в другом. Данный сбор фактически является третьим налогом. То есть я плачу также акциз топливный, 7 рублей с литра, тоже который идет в дорожный фонд. Я плачу транспортный налог, который обещали отменить, до сих пор не отменили. Плюс плачу за ИП налог. Это уже не третий, а четвертый налог получается. Вы видите объективный смысл в этом очередном сборе? Как Вы считаете, деньги, которые Вы будете платить, они будут потрачены по назначению? Из Вашего опыта, например. Какая-то часть потрачена будет. Какая-то. Ну вот какая часть? То есть опять же встречный вопрос к нашим правителям. Какой процент из этих трех рублей пойдет конкретно на дороге? Хотят еще поднять налоговую ставку с 13% на 18% именно для ИП. То есть это очередной пинок в никуда. То есть опять же хотят с нас просто содрать последнюю шкуру и оставить ни с чем. Как считаете, это справедливо? Так справедливо. Тут справедливость это сложно говорить. В данный момент, но это конечно не справедливо. То есть нам, я понимаю, они хотят нас изничтожить. То есть они хотят крупные федеральные транспортные и торговые сети. Это может и хорошо. То есть будет конкретно, что отчисление в налоге будет гораздо выше. Я вот пользуюсь льготным налогообложением. То есть я плачу пенсионный фонд, а налог у меня гасится 100%. Налога гасится за счет пенсионных вложений. Вот этих взносов. То есть если же я буду работать на крупную компанию, там и пенсионные, и налоги, все будет отчисляться. То есть им отчисления будет больше. Но, блин, создайте рабочие места хотя бы. На данный момент здесь вот на нашем заводе идет грандиозное сокращение. Если раньше бригада состояла из 10 человек, на данный момент она уже состоит из 5. В этой бригаде уже 2 начальника. Раньше было 8 работяг на 2 начальника. А сейчас 3 работяги на 2 начальника. И фактически еще хотят сократить. Вот пример с моим грузоотправителем. Если все грузоотправители и грузополучатели будут оплачивать именно вот эти ставки, тогда мы будем работать. Но найдутся и такие, которые не будут это оплачивать. То есть вся вот эта нагрузка лягет конкретно на грузоперевозчиков. Они будут работать? Они будут работать, потому что выхода уже не остается. В машину вложено, говорю, по полтора, по два миллиона. Некоторые машины покупали по три миллиона, по пять. Им придется работать. То есть они машину продать не смогут. Они будут пытаться продолжать работать, но сколько они протянут, это уже вопрос времени и мелких нюансов. То есть какая-то часть частных перевозчиков с рынка все равно уйдет.